Добро пожаловать в моё ателье Вы у нас на примерке выпускного платья, да? Вы должны быть так рады, как скоро, да? Хорошо, у нас ещё есть много времени поработать Ну что, думали ли вы о длине платья или фасоне? Конечно же, я вам могу выбрать Мы вам подберём всё самое замечательное, что будет вам очень идти Вы будете выглядеть как королева, принцесса Кстати, о принцессе Какой бы вы хотели стиль платья? К примеру, может быть, эффектное платье Как раз в стиле диснеевской принцессы Пушистое такое, широкое Или можно платье, которое будет более элегантно и практично В котором вы сможете танцевать до утра Последнее? Хорошо У меня есть очень много хорошего выбора для вас Ну, помимо формы, мы с вами сегодня подберём правильную ткань Которая будет подходить по фасону, по стилю платья, да? Чтобы вы двигались нам более лёгко, легко Я покажу вам позже, хорошо Сейчас я вам покажу небольшой гид по формам тела Немножко объясню вам, зачем нам нужно именно делать замерки Выяснять тип форм и фигуры, которые у вас Сейчас, секунду Вот у меня вот такая табличка Раз, два, три, четыре Всего обычно четыре построения фигуры Сразу вам скажу, что каждая форма, каждая фигура Уникальна и красива по-своему Нет идеалов, их просто не существует Обращая внимание на форму тела Мы можем подобрать фасоны, стили платьев И просто что-то, что вам более подходит по вашей фигуре Мы это делаем для чего? Мы пытаемся привлечь глаз к частям тела, которыми вы очень гордитесь Мы привлекаем внимание к ним В то же время немножко убираем внимание к тем местам, которые у нас проблематичны Одежда, которая сидит на вас красиво Которая очень вам подходит под вашу тип тела Делает вас более уверенным в себе У вас появляется такой стержень Становитесь намного привлекательнее Потому что вы подчеркиваете нам наиболее симметричные черты вашего тела Симметричность очень приятна для нашего глаза Поэтому все, что мы делаем с одеждой Мы создаем симметричность нашему телу Надеюсь, что было интересно так Итак, вот у нас первый тип Атлетический Здесь мы будем акцентировать Либо верхнюю часть, либо нижнюю У нас просто не хватает окролости форм И мы создаем их визуально С помощью поисков То есть создавая талию, да? Или нагружая либо вверх, либо низ У нас Сейчас очень популярный тренд Широкие топы и леггинсы внизу Для атлетического стиля очень подойдет В плане платьев Очень красиво смотрится Платье без лямок Или с открытой спиной Широкие юбки И очень подтянутые топы Другого плана Потом у нас идет форма Яблочко Яблочко мы обычно стараемся Обыграть грудь и ноги Высокие каблуки Мини юбки Более открытое декольте Очень не тут такому типу Фигуры По сравнению фигуры Далее у нас песочные часы Песочные часы сами по себе Уже достаточно симметричная форма И тут мы просто подчеркиваем Обыгрываем их Создаем более тонкую талию Чтобы и даже больше округлить округлость Так И такому типу очень красивые тут Завышенные талии Опять же ремешки Платье с запахом Макси Платье Далее у нас крышевидная Форма тела Здесь мы пытаемся Привлекать глаз кверху Подчеркиваем талию снова Стараемся держаться Подальше от бедер То есть мы носим длину ниже колен И опять же привлекаем глаз вверх Аксессуарами Может быть какие-то топы Или блузы С различными Вышивками Камнями Какими-то украшениями Так же очень красиво Носите большую бижутерию Какие-то бусы Необыкновенно большие Эффектные серьги Все что привлечет глаз кверху Таким образом Симулируя Асимметричность Хорошо? Если вы мне позволите Я бы вам посоветовала одно платье У меня сразу прям загорелось Его вам предложить Потому что я думаю, что оно вам очень подойдет Я думаю, что вы будете в нем выглядеть по-настоящему элегантно Давайте сейчас вам покажу Хорошо? Вот такое платье У меня есть выкройки Уже немножко готовые Действительно Потом я просто их подгоняю Под ваш размер И так Чем мне понравилось Вот именно это платье Мне нравится Что У нас Плечо Все еще есть То есть будет у вас поддерживаться В то же время Декольте Очень открытое Красивое И не вычурено Выглядит Очень привлекательно Со вкусом У нас идет Притальное Платье И внизу У нас Разрез Что привлекает внимание К ножке Вам сможем подобрать Очень красивые Эффектные туфли Сумочку И какие-нибудь Серги Красивые Тоже Как будто тебе не понравится Вот именно это Это Хорошо Ну что я буду Приступать К замеркам Во время замерок Я просто прошу Чтобы вы Откинулись Наслаждались Процессом Ни о чем Не переживали Не нужно стараться Держаться Когда вы Жель Прямее Нет Просто Расслабьтесь Прямите форму Которую Вы обычно Держите То есть осанка Расслабленная Это мне поможет Создать Наиболее комфортную Одежду Для вас Поскольку Если Вы Стоите Каким-то образом Большее Количество Времени Чтобы Вам Платье Не тянуло Нигде У вас Не чесалось Чтобы Вы себя Чувствовали Как можно Комфортнее Да? Хорошо? Ну все Тогда начну с оберки И Я буду Немножко Записывать Хорошо? Чтобы Не забыть Данные Конечно Точность Здесь важна Так Ну давайте Посмотрим Здесь нам нужно Плечи Шея 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 Потом Так Шея Сверху 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 И снизу otros И сзади Сзади Сгы Окей Так Приступим Я начну с вашей шеи. Хорошо, я подойду поближе. Так, ничего. Тихо. Ага. Так, у нас здесь у нас тридцать. Здесь. Посмотрим, вот этой тоже самое. Тоже тридцать. Сделаю сейчас ширину плечи. Тихо. Здесь, от стороны, две. Сюда. Сюда. Тридцать восемь. Шея восемь. Тридцать. 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 С половиной. Так, продолжаем. Сейчас делаю с этой стороны от шеи. Здесь. Прямо возле ушка. Ниже внизу шею. А здесь. Раз, два, три, четыре. Девять, два, семнадцать. Окей. А здесь. Таблица. 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 Окей. Окей. Здесь тоже самое. Сейчас так. Здесь прямо дужка. Таблица. Таблица. Четыридцать. Немножко длиннее здесь. Будем saева. До конца. Ваши замерки, если хотите, конечно Вы заметите, некоторые замерки будут несимметричны Очень часто одна сторона выше другой Заметите, одно плечо очень часто короче, чем другое Или шея с одной стороны более вытянута, чем с другой То же самое бедра, одно ведро может быть выше, чем другое И длина будет, соответственно, разная тоже Опять шея Область 14 12 13 12 9 Так, теперь у нас идёт грудь Да Как же шея у нас Шея у нас тут Примерно 25 25 26 23 Тоже площадь 25 Мертвы Между У нас идёт 21 Где-то примерно 21 21 Так, ручь у нас 21 21 21 21 40 Вернее, 21 21 Теперь у нас высота от шеи от шеи до края до талии Так, сейчас где-то 43 Давайте сейчас скорее посмотрим здесь немножко 46 46 с этой стороны А получается 44 43 46 44 1, 2, 3, 4 Там многим клиентам нравится Очень многие начинают засыпать Это хорошо, вы расслабляетесь А то вас в принципе Сейчас в данный момент ничего не нужно Так что наслаждайтесь Моментом Сейчас я вас удалю По мере хорошо И аккуратно очень Так Не туго? Нет? Угу Так что у нас где-то 75 Плохо И объём груди Тоже всё замерю хорошо Хорошо Очень точно Буду 17 18 18 18 Сейчас замерю длину, хорошо? Так, пойдём мы от талии до пола Здесь, 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 107 Теперь середине Середине у нас длиннее получается Плюс у нас ещё будет разрез Видите, у нас тоже всё 102 И разрез у нас колен Так, колен у нас 58 58 Да, у нас получается разная длина Одного бедра и другого Это очень часто бывает, как я уже сказала Иногда одно бедро выше другого Таким образом длина будет разная С одной стороны и с другой Но ничего, не переживайте Это практически невозможно найти симметричность Опять же Так, середине По середине По середине По середине Вырез Так, я пойду Теперь примерю вас сзади, хорошо? Угу Так Угу Угу Сейчас я попробую Спинку здесь тоже замерить Так, спинку у нас тоже от плеча отключу Угу И у нас Час 44 Угу Так Здесь у нас тоже Немножко Здесь вниз запущу Угу Надо будет подталивать Здесь немножко Немножко М gatеньку Угу А сейчас Угу 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 Далее, наверное, что-то тоже здесь уплотняет, здесь немножко срез здесь, да, я могу это сделать По телу Так, и длину здесь тоже помыли Так, тоже срезаем И с этой стороны Смотрим, если натяг у нас Здесь будет так Так, ну хорошо, и теперь там, где у нас сиденье, от талии вниз Сейчас запишу Так Давай сиденье Здесь у нас кинок Получается так Немножко у нас выходит, наверное, сильно симметрично Что-то Здесь поднимаем Тоже Я здесь плечо еще раз немножко замеряю Пусть так Так Вот здесь тоже Давай Туртку Окей Окей Вот так Окей Теперь с этой стороны тоже пойдем А здесь Так так ок немножко более подходит теперь здесь ок хорошо вроде хорошо у нас все вышло да все я замерила все что нужно было мы подровняем конечно же это моя работа так сейчас положу на весы так и если вы позволите мне я немножко мои выкройки уже к вам приложу хорошо то мне поможет узнать если я правильно все сделаю то я немножко ничего такого просто выкройку к вам приложу к телу угу так здесь вот так вот делаем немного выравнив здесь отмышку отмышку здесь немного подкручу отмышку тихо тихо угу отмышку с другой стороны тоже теперь с другой стороны тоже здесь немного тоже придется наверное подтянуть чтобы подошло хорошо проверю сзади тоже хорошо по спинке проверю сзади вот здесь эту часть если бы делать ничего подтянуть немного так я смогу все здесь надо чтобы переход был красивый потому что иначе пусть большой шов мы не хотим швов больших здесь тоже так здесь так вот здесь таким образом будет надо введем более образ более приталенные тогда более подтягивающие угу ну напишу лучше будет ну теперь пришло временно выбрать подходящую ткань здесь у меня есть несколько вам на выбор давайте посмотрим на них вблизи давайте итак здесь я развесила различные ткани что вы могли выбрать что вам больше всего нравится да итак у нас идет сатин достаточно блестящая светоотражающая ткань очень мягкая по составу на теле лежит очень приятно тоже также есть сатины с вплетениями в других тканях и нитей которые создают дополнительный эффект так как вот в этом случае дополнительного блеска сияния я бы так сказала так хороший вариант для платьюшек так далее у нас идет тюль или шифон иногда в этом случае тюль тюль это достаточно тянущаяся сеточно видная ткань и чаще всего она используется в платьях принцессы такого вида который пушистый пышный там где нужны нам несколько юбок и подъюбников для создания пышности тогда мы будем именно использовать тюль иногда шифон тюль мне очень нравится вот эта именно ткань потому что в ней небольшие вставочки блесток они так приятно переливаются не правда ли? ну к нашему платью может быть не совсем подойдет вот этот материал потом у нас есть шармуз этот этот ткань материал выглядит как жидкий металл чаще всего сделан из синтетических тканей вставок нитей и отличается необыкновенным переливанием света и отражаемости но на деле выделяет все то есть и положительные стороны и негативные поэтому вы смотрите сами но это тоже вариант вот хотела для вас предоставить возможность выбрать тоже так кто у нас идет тавта тавта немного колючая тавта очень хорошо идет для создания различных платьев она хорошо держит форму платья саму конструкцию платья потому что это очень плотная ткань в этом плане для платья в этом очень хорошо очень хорошая ткань мне нравится именно вот этот вариант потому что у нас здесь такое мерцание розовых ниточек происходит и правда ли? на фоне на фоне черных вышивок также но она немножко опять же колючая затем у нас идет вельвет вельвет конечно же это роскошная ткань материал такой достаточно тяжелый в этом случае у нас вставки блесток которые не отваливаются и вельвет подходит больше к фасону платьев которые просто на вас так сказать висят вельвет будет больше на вас лежать нежели облегать что-то запомните запомните этот момент и опять у нас сатин в этом случае золотистого кремового оттенка вам нравится такой? у нас сатин такой и розовый розовый да вы знаете мы должны всегда помнить о цвете как бы тоне вашей кожи в плане того что чаще всего у нас есть теплые тона и есть холодные тона теплые тона хорошо подбирать цветы которые есть желтизна в них замируют этот красно-оранжевый цвет с желтым оттеночком и это подойдет больше теплому оттенку лица кожи здесь у нас более пудровый пастельный цвет это более холодный цвет он больше вам подойдет мне кажется да это ваш цвет точно давайте этот как замечательно розовый сейчас именно такой розовый цвет пастельного отлива такого нейтрального сейчас очень в моде особенно в сочетании с золотом с красным золотом можно я вам покажу аксессуары которые я думаю вам всегда очень подойдут да? во-первых у меня такие есть туфельки для вас псоножки с открытыми носиком это не кожа да? кожа конечно же прекрасные это не сандалии а как они босоножки очень вам подойдут будут поддерживать ножку в хорошей форме так что придавайте немного света вниз ноги к ступне к ступне сама стилька вся смягченная поэтому когда вы будете ходить вам будет очень комфортно поднимать арка у нас здесь тоже такая прекрасная высокая будет поддерживать вашу ножку в правильном положении и каблучок достаточно высокий но в то же время не сильно высокий да немножко он конечно остренький но немножко попрактикуйтесь и будете хорошо оно того стоит ну а сам каблучок тоже золотистый очень красиво отлива опять розовое золото у нас такое да? и небольшая застежка которую можно удлинять или украсить как вы думаете вам понравится? хотите вот такие туфлики за ножки? да? хорошо у меня есть еще красивая сумочка которая к ним пойдет давайте покажу посмотрите какой комплект вот посмотрите это же вообще просто мне очень нравится особенно опять же с этим розовым цветом розовое золото с таким пастельным отливом розового цвета просто но и вместе как комплект они идут просто рука в ногу сейчас поближе покажу вам сумочку сумка идет с очень хорошей длиной цепочки можно на плечик можно через плечо одевать цепь цепь у нас плоская поэтому не будет скатываться с плеча такая необыкновенная деталь которая очень важна спереди у нас красиво отливает и свет отражающий также почти что как зеркало кривое кривое сергало очень элегантная сумка легко держать в ручке а также просто на плечике и вот такая у нас бляшка давайте откроем вот открываете и у нас есть столько много кармашков сразу все прошито очень качественно и что не будет ворситься и отваливаться можете сюда положить карточки какие-то кредитные или просто денежку и у нас большой есть отсек кармашек большой для всех необходимых вещей как парфюм может быть духи с собой возьмете расческа или макияж какую-то пудрочку ну чтобы поддерживать то состояние тот вид который вы себе создадите ну и сзади у нас идет замочек тоже для каких-то более мелких вещей или более важных вещей можно положить сотовый телефон вот таблеточку от головы ну вот такая сумка у нас я думаю что выглядит на все сто ну пожалуй посоветую еще аксессуары другие вот у меня есть такой браслет посмотрите тоже розовое золото с серьгами вот такими как комплект тоже очень красиво смотрится покажу здесь вот так не правда ли красиво выглядят вместе и серьги у нас прекрасная такая длина что будет привлекать внимание вверх глаз к вашему прекрасному личку можете подобрать волосы и серьги будут очень эффектно так клашиться вдоль ваших вдоль ваших ваших плеча и вашей шейки тоже тоже возьмите прекрасно давайте сейчас повяжем видимо подобрали весь комплект ну что я вас благодарю за то что вы сегодня выбрали наше ателье я сию же минуту приступлю к укройке платьишко и начну его шить как можно быстрее чтобы мы все вам подготовили вовремя чтобы вы были довольны чтобы вы были звездой этого праздника спасибо за то что приходили спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...